Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, друзья. Это телерадиоканал Страна ФМ. По традиции в это время Роман Шахов, Александра Хайрулина. Друзья, мы вас приветствуем и с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Клавы Коки. Привет, Клава. Уже, не знаю, в третьей, наверное, раз, да? Или в четвертой, может быть? Каждая наша встреча как первая. Знаешь, по количеству эмоций мы испытываем очень-очень приятных положительных. Клава, дорогая, наши зрители и слушатели, мы должны сказать, по какой причине мы сегодня в первую очередь встретились. Дело в том, что 2019 год знаковый для тебя, потому что ровно два года исполняется с того момента, как ты стала блондинкой. Да, да. И, кстати, именно этот мой поступок кардинально изменил мою жизнь. Мы помним, когда ты пришла к нам и рассказывала об этом. Ну, ты просто сама дала повод об этом поговорить, потому что в Инстаграм поделилась совершенно искренне, подсчет ведется. Ну, судя по всему, все хорошо. Тебе по-прежнему комфортно в образе блондинки. Ну, я думаю, что это менять в себе. Все-таки. Все-таки, да. Ну, вот смотри, ты уже какие-то мелкие кудри пробуешь, спрашиваешь мнение своих фанатов. Я смотрю, ты обожаешь мою Инстаграм. Да. И Ютуб-канал, конечно. О, как это приятно. Так, что вы, Ром, хотели спросить? Я хотел сказать, что следующее? Вот смотри, блондинка, да, что нам ждать? Кудри. Я не знаю, правда. Ну, кудри — это не смена цвета волос. А, я сейчас нахожусь в таком вот положении, когда хочется перемен, перемен во всем. У меня сейчас, ну, начался такой немного новый виток в творчестве. Скоро появятся вообще абсолютно новые песни для меня, которых от меня никто не ждет. Ты немножко пугаешь нас сейчас. Нет, это будет здорово, это будет круто. Это смена жанра какая-то? Возможно, частично. Так, смотрите, 10 мая у тебя был концерт. Там ты что-то уже показывала из нового? Нет, еще пока нет. Ты знаешь, пока что я нахожусь вот в таком вот периоде. Видимо, я доросла до определенного момента. И мне сейчас нужно немножечко сделать шаг какой-то вперед. И для того, чтобы его сделать, мне нужно что-то изменить не только в себе, но и в музыке, и в людях, и вообще вокруг моей команде. Поэтому я в ближайшее время, я думаю, что будут большие перемены. Но в том числе и во внешности ты не исключаешь этого? Не исключаю. Ну, ты только честно скажи. Ты действительно еще пока думаешь над этим? Я пока думаю. То есть решение еще не принято? Нет, честно, решения пока нет. Но действительно, у меня сейчас на студии, вот я вчера буквально работала над новым материалом, он очень сильно отличается от того, что у меня есть, и он очень сильно отличается от того, как меня представляют. А ты очень смелая. Ты отчаянная, даже бы я сказала. Потому что казалось, все хорошо складывается. Ну, мне нечего терять, понимаешь? Как мне нечего? Ну, в смысле? Ты думаешь, у меня... Тысячи и тысячи поклонников, которые любят такую Клаву. Они любят меня любой, пойми. Вот что бы я ни делала с собой, ты откроешь даже комментарии, или придя там на мою... Там спрашивается все. Любовь просто. Они супер добрые, и они принимают не меня, как Клаву Кока, а меня, как вот, ну, некий объект. Семью, ты так и обращаешься к ним. Ну да, типа я к ним тоже обращаюсь, как семья, правильно. Вот у меня, кстати, вопрос. Как ты сама объясняешь то, что тебя принимает любой? Ну, я не знаю. Потому что люди, они влюбляются, наверное, не в мой образ, а они влюбляются в меня. И если эти перемены идут органично с моим внутренним миром, они это чувствуют, и у них не возникает дисбаланса в голове. Ну, однако же они говорят, что у них мурашки от твоего голоса. Да, это правда. Да, вот именно от подачи. Но я же все равно, если я начну, ну, какой-то делать новый материал... Ты же своим голосом будешь петь, да? Ну, конечно, я же не возьму Влада, я не скажу, Влад, пой. Влад, привет, ты здесь сегодня, господи. Мы сидим тоже. Ну да, то есть, конечно, это буду в любом случае я. И опять же, это пока что вот на данный момент я решила, что я хочу что-то попробовать новое. И это правильно. Все равно, если посмотреть все мое творчество за все эти годы, можно проследить некую линию, по которой я шла и к чему я пришла. То есть все события проходили довольно-таки плавно. А почему бы не сделать что-то резкое? Да. Это, конечно, это да. Если ты самостоятельный артист, сам себе начальник, ну, есть же шеф, есть шеф, который, может сказать, Клава, нет, 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 шансон мы не поем. Шансон я не буду петь. Я не хочу, я не люблю шансон. Как хорошо, но уже один жанр отпал, значит, осталось там методом вот таких. Вот вычисли и дракон. Хорошо, давайте... Сейчас, Ромочка, то есть, Тимоти, в курсе твоих планов? Пока никто не в курсе, я серьезно говорю. Они сейчас слушают, смотрят. Смотрим свои песни, посмотрим, что они скажут. Что она там буровит сейчас через звонки. Посмотрим, правда, я не знаю. Я же творческий человек, я просто делаю то, что чувствую. И что хочу, то и вытворяю, в конце концов. Ну, так иначе, все мои песни, они, знаешь, но они так или иначе немного экспериментальные. Есть там у меня очень лиричные баллады, есть такие немного с рэпом, есть абсолютно неформатные для России песни. Они все равно разные. Они разные, но одинаково прекрасные. А мы уже у Тимоти упомянули, и, конечно, нужно продолжить эту историю. Наверное, хочешь, чтобы я спела песню, которая у меня недавно вышла? Я хочу, чтобы ты спела, и, конечно, хотим мы еще и поговорить по поводу этого сотрудничества. Давайте сначала спонем, а потом... Давайте, с удовольствием. Значит, раз уж кто не знает, из наших, может быть, слушателей... Да, могут быть такие. Недавно у меня вышла песня с Тимуром Эльдаровичем, с Тимоти. Называется она «Девочка-пай». К сожалению, часть Тимоти я читать не буду, таланта мне не хватит, но с вами успею с удовольствием. Отлично, спасибо. Девочка хорошая для папы, Девочка хорошая для всех. Знает языки, не знает мота, Но спрятала в шкафу один секрет. Вечером закроет дверь, читая Ларен, К парню пересядет в его черный Каен, Забывая правила хороших манит. Ангел уже не ангел. Девочка-пай, Ай-ай-ай-ай-ай-ай, С ним не засыпай, Ай-ай-ай-ай-ай, Девочка-пай, С ним не засыпай, Не засыпай. Девочка, пай, ай-ай-ай-ай С ней не засыпай Девочка, пай, ай-ай-ай-ай С ней не засыпай, не засыпай Хорошая или плохая Хорошая пока не поймали Хорошая или плохая Хорошая пока не поймали Девочка, пай, ай-ай-ай-ай С ней не засыпай Девочка, пай, ай-ай-ай-ай С ней не засыпай, не засыпай Девочка, пай, ай-ай-ай-ай С ней не засыпай Девочка, пай, ай-ай-ай-ай С ней не засыпай, не засыпай Клава Кока! Да, друзья, надеюсь, вы не проспали эту новиночку в эфире «Страны ФМ». Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты о том, что 25 лет назад... Была песня «Девочка Пай рядом с Жиган и Холи». Сейчас я выяснила, что ты не слушал мою песню. Почему? А там есть цитаты. В этой песне «Моя девочка Пай» в середине вставлен фрагмент песни Михаила Круга «Девочка Пай». Я знаю, цитаты. Я поэтому спрашиваю. Вдруг там звукорежиссеры подшутили и вставили. Мне кажется, это было сделано нарочно, потому что действительно большое количество людей знают эту песню. И многие, особенно люди, которые старше меня, лет на пять хотя бы, они такие «Ого! Я из-за этого момента буду слушать эту песню!» То есть ты таким образом представляешь, сколько поколений зацепило сразу. И родителей, которые любят в оригинальном исполнении песню Михаила Круга, и уже твоих поклонников, твоих фанатов. Причем, когда я, честно... Очень гениальный ход, я хочу сказать. Но, честно говоря, когда я писала эту песню, я не знала, что есть такая песня. И «Девочка Пай» — это ты когда-то сама придумала такое сочетание? Просто, ну, есть такое устоявшееся слово «сочетание» — «Девочка Пай». Так она после этого и стала устоявшим? Ну, возможно, возможно, после этого. Но я, честно говоря, не знала про эту песню. И потом мне уже ее включили, сказали, а ты знаешь, я начала вспоминать, что что-то такое я слышала, и мы решили это вставить в песню. То есть я так уже прям вижу, где-то заголовки такие в желтой прессе «Клава Кока», «Михаила Круга в юбке». Да, что-нибудь такое затрагивает. Звонили ли тебе уже из Твери и предлагали концерт? В Твери. Кстати, в Твери мы, по-моему, не выступали ни разу. Вот, ребят, ну, пришло время, наконец-то она сделала песню, с которой можно приглашать. Я скажу своему концертному директору, чтобы он позвонил в Тверь. Так, тогда расскажи теперь, пожалуйста, как это все происходило в данном случае, сотрудничество с Тимоти? Он послушал песню и сказал «Я буду с тобой». Да, он так и сказал. Да? Правда. Это была песня изначально «Моя сольная», то есть там никто не поменялся. Не предполагалось появление каких-то мужчин. Им очень понравилось, и он сказал «Это крутая песня, и я хочу здесь зачитать». Ну, все-таки, видишь, в душе-то где-то вот шансон. Скучает, да? Скучает. Ну, ты имела право сказать «Нет, я против». Как я могу быть против? Слушай, ну, в шестом классе, когда я была в шестом классе, мы по блютусу, ой, не по блютусу, по их порту передавали песню, когда мы в клуб «Чикс» и «Тац», она стояла у меня на звонке «О чем ты говоришь?» То есть для меня выступить, ну, не выступить, выступить совместно в дуэте с Тимоти, это было здорово. Тем более, это же первые, да, подобные опыты. Это вообще моя первая совместная песня на «Блэк Стар». Действительно, первая. Расскажи вообще, как живется артистам на «Блэк Стар», как там вот устроено? В какой цели вы интересуетесь, Роман? Не собираетесь ли вы подать заявку? Ну, кем я там, слушайте, могу объявлять? У нас Егор Крид ушел. Нет, я могу просто объявлять вас, выходящих, не больше, наверное, потому что... Ты хорошо знаешь шансон, какие-то коллаборации можно делать с ребятами тоже. Если только. Ну, просто расскажи многим зрителям, слушателям, интересно, насколько вот у вас там творческие совещания, насколько вы свободны в своем творчестве или не какие-то планы вам ставят там? Да, нет, у нас на самом деле клевая атмосфера, мы абсолютно свободны в творчестве. Например, все свои песни я пишу самостоятельно. Естественно, у нас есть собрания, на которых люди, ну, не люди, сотрудники слушают песни, есть творческие сессии, когда мы слушаем, выбираем лучшую, придумываем, на какой будет клип, если будет, то какой. Естественно, все это рождается в процессе дискуссий, в процессе совещаний. Вот, и, в общем-то, работать мне нравится с лейблом. Ты признавалась в нашей студии не раз, ну, только у нас многим рассказывала о том, что помогать тебе писать песни, во всяком случае, это было раньше, помогала бабушка. Замечательная, чудесная. Ну, это было давно. Сейчас, конечно, нет. Ты бабушка уволила? Нет, ну, просто сейчас стали немножко у меня другие песни. Слушай, как раз вот эта песня может быть бабушке тоже. Я говорю, бабушка, вечером закроет дверь, читая Лорен, к парню пересядет его черный каен. Я представляю глаза на этом моменте. Это как раз-таки была строчка из песни «Девочка Пай». И мне кажется, что она как-то была бы странная, поэтому сейчас нет. Раньше, да. Ну, конечно, она мне помогала буквально пару песен. Ну, да, да. Но все равно мы с ней на связи, она больше мне помогает по каким-то актерским, глубоким историям, ежели чем по текстам песен. А ты стараешься, в свою очередь, тоже радовать бабушку. И вот ради нее отправилась даже на программу к Андрею Малахову. Мы видели. Да, было дело. Это правда, это ради нее было. Она смотрит, и я пошла туда. Ну, тебе удалось хоть что-то сказать? Да. Тебя вообще оставили в программе, не повырезали? Я не знаю, еще, по-моему, не показали эту программу. Вот, но Андрей прям говорит, Клава, вот вы что-то хотели сказать, давайте. Потому что там трэш, там все кричат, там все друг друга перебивают. Скажи нам, пожалуйста, что ты говорила, чтобы мы... А вдруг потом тебя вырежут, и мы не узнаем твое мнение. Я не помню, что я говорила, потому что у меня вообще в жизни... Ты тоже кричала так, все равно эмоционально, как все. Ну, эмоционально, возможно, но не кричала. Я вообще не люблю такой стиль. Общение типа «А-а-а-а, страна фе-а-а!» У нас, кстати, как раз такого не происходит. Слушайте, я так веду программу по заявкам. Надо что-то менять. Ну, хорошо, тогда последний вопрос касательно этой темы. Какая тема-то была передача? Там была... Ну, не с творчеством, судя по всему, чем-то связанная совершенно. Нет, там была девушка. Да, там была какая-то бытовая история. Которая родила... Да, девочка родила от какого-то сына, от Марии Шукшиной сына. А, понятно. И там какая-то драма, что-то такое. Я уже даже и не помню, это было так давно. В общем, жизненная история. Ну, да. Ну, скажи, а тебе вообще подобного рода интересна программа? Ну, для меня это был интересный опыт, потому что это было впервые. Какой опыт, да? Хорошо. Я не могу сказать, что я бы ходила туда с удовольствием каждый день. А вот если, да, тебе первый, второй канал, что-то клал, и так прекрасно выступили, мы теперь хотим вас... Просто никогда не знаешь, где тебя ждет нужный клавиатр. Крючок, за которого ты зацепишься. А кто знает, вдруг это станет мне определенным толчком, а может быть и не станет, а может быть... Вот я даже помню, здесь у вас, по-моему, на стране FM, да, я у вас здесь пела в эфире песню «Деспосита». Да. И я забыла слова. И я однажды наткнулась на YouTube на видео, типа Клава Кока забыла слова песни «Деспосита». И тут как раз-таки видео из этой студии, и там, по-моему, два миллиона просмотров. Но это не мы выкладывали таким названием. Я знаю, что это не вы выкладывали, но, тем не менее, это видео посмотрело два миллиона человек в YouTube, и все активно обсуждали и писали, что «Ой, она забыла слова, но она выкрутилась». И вроде бы ты сюда пришел, и ты не ожидал никак, что в YouTube там будет это обсуждение. Ты как бы шел на радио и на телевидение, а тут в YouTube. И поэтому ты никогда не знаешь, что тебя куда и к чему приведет. Поэтому я экспериментирую, смотрю и пробую. Why not? Мы тебя сейчас ведем к следующему треку. Что это будет за песня? Сейчас, наверное, будет песня, которая максимально близка моему внутреннему состоянию. Она называется «Одинокий человек». Я очень ее люблю. Она не грустная, но не могу сказать, что веселая, просто... Светлая. Возможно, вы в ней узнаете себя. Не исключено. Опять вечеринка, вокруг все фальшивки. Каждый уверен, что знает меня, но это ошибка. Потеряны чувства, разбита душа. А я улыбаюсь, но только на снимке. Я одинокий человек, такой, как ты. Ты одинокий человек, такой, как я. Меня не греют эти люди, согреют твои худи. Космический эффект. Я одинокий человек, такой, как ты. Ты одинокий человек, такой, как я. Меня не греют эти люди, согреют твои худи. Космический эффект. Мой номер занят, ее никто не узнает. Я могла бы за всех заплатить, но одна в кинозале нужен человеку. Другой, чтоб там молекул. Любовь, чтобы навеки, но... Я одинокий человек, такой, как ты. Ты одинокий человек, такой, как я. Меня не греют эти люди, согреют твои худи. Космический эффект. Я одинокий человек, такой, как ты. Я одинокий человек, такой, как я. Меня не греют эти люди, согреют твои худи. Космический эффект. Космический эффект. Одинокий человек Нужен человеку другой Чтоб ты молекулы, любовь Любовь Нужен человеку другой Чтоб ты молекулы, любовь Чтобы навеки, но Я одинокий человек Такой, как ты Ты одинокий человек Такой, как я Меня не греют эти люди Согреет твоя худи Космические век Одинокий человек Спасибо! Клава Кока, концертный зал Мы прижимаемся совсем недолго Оставайтесь Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Да, здесь все Мы ведущие друзья и, конечно, гости Клава Кока Клавочка Мы продолжаем со стергом слушать тебя Спасибо И до мурашек Да, как всегда Как ты это умеешь делать? Знаешь, что радует отчасти? Что тебе по-прежнему продолжает Приносить большое удовольствие Твой YouTube канал Да Где ты перепеваешь песни И не только И не только И там такое большое количество поклонников Followers Да Которые, кстати говоря, признаются в том, что С большим количеством иностранных песен Они познакомились только после того, как услышали в твоей версии Хотя я перепеваю самые популярные песни в мире Но самое интересное, что теперь у них, конечно, навсегда Именно в твоем исполнении это останется как оригинальное Потому что, обратившись к оригиналу, они понимают, что Нет, что-то не только Лава Круча спела Слушайте, ну, по-моему, Кэти Перри, когда ты это переводила Там даже в твоих глазах было удивление Насколько эта песня не наполнена большим смыслом Ну, есть много песен, которые как бы не наполнены смыслом И не важно, на русском она языке или на английском И сейчас вообще в России тоже есть тенденция выпускать песни В которых вообще полный бред Вот, я, конечно, стараюсь писать песни со смыслом Ну, не всегда получается, конечно Не всегда, да? Я над этим работаю, да Ну, это хорошо Главное все-таки, чтобы это желание тебе не покидало Да, это правда Вот, но за рубежом, конечно, там, как сказать Язык, он, в принципе, более мелодичный Ну, западный И поэтому, что бы ты ни пел, оно будет звучать клево И тем более русский человек не понимает, о чем там речь Как бы, ему нормально мелодия Ну, большинство, да Кажется круто просто, и все Да Ну, может быть, и ты хорошо А не думаешь ли ты, что, возможно, станут поступать от известных уже артистов зарубежных какие-то претензии даже? Ко мне? Конечно Но у меня, бывает, блокируют на ютюбе Да? Да, бывает Некоторые ролики блокируются и никогда не высвечиваются больше Невозможно никак, да? Ты же ты пытаешься как-то повлиять на ситуацию? Нет, они подают жалобу и все, и больше нет То есть есть примерно пять, наверное, роликов, которые заблокированы, которые нельзя посмотреть Именно из переводилок А это именно заблокированы теми артистами, ты думаешь, да? Командой, конечно, да, не лично они давали распоряжение Выпускающимся лейблом Выпускающим лейблом Но ты же понимаешь, почему это происходит Потому что ты сделала их просто И зачем им нужно отличный вариант Чтобы он бродил где-то по митюбру На самом деле, просто По идее, в авторском праве Если ты делаешь кавер или пародию Это нормально То есть можно делать Но почему-то некоторые все равно блокируют Не знаю, почему Да и ладно, господи Столько песен в мире, на которых можно сделать пародию кавер Да, я сделаю новые Как часто у тебя обновляется рубрика «Клава Транслейт»? Раньше у меня выходили очень часто ролики То есть у меня, в принципе, в неделю выходило два ролика Один из них был музыкальный Например, «Транслейт» То есть 3-4 ролика в месяц Транслейтов я выпускала Но сейчас я поставила себе такую установку Что я буду делать только на те песни, которые мне нравятся И буду делать только тогда, когда мне хочется И никаких просьб трудящихся не рассматриваешь? Ну, я рассматриваю, конечно, просьбы Я, собственно, для них и тружусь Если они совпадают с моими желаниями Ну, я в основном для людей Если кто-то очень много просит Вот очень много, очень много я делаю Потому что я знаю, что это будет смотреть, значит И это очень нужно и хочется Но сейчас у меня нет никакого расписания То есть я действую по внутренним каким-то своим То же самое касается влога, да? Да, влоги я вообще перестала снимать Уже полгода, наверное, ничего не выпускала Из влогов Ну, это будет, скорее всего Не знаю пока Я не знаю Я перестала кайфовать от этого Просто влог — это когда ты приходишь Вот я бы сейчас пришла к вам на программу «Хей, ребята, как у вас дела? Что делаем?» А мы Клава, Клава, давай поговорим немножко Клава, ну подожди Ну да, немножко тут устала Мне хотелось больше проживать Не для камеры и не для экрана А для себя Потому что даже когда я приезжаю там в отпуск куда-то Смотря на потрясающий закат 99% людей его снимают В сторис они смотрят И вот, наверное, я уже настолько переболела этим Что-то снимать, что-то постоянно выкладывать и так далее Хочется наслаждаться И потому что ты совершенно это по-другому ощущаешь А люди, которые смотрят, они все равно не прочувствуют этого И то же самое в общении с другими людьми Хочется как-то для себя более глубоких разговоров А не просто «Хей, привет, как дела?» «Ой, а с кем ты тут мутишь?» «Ой, когда новая песня?» Ну то есть это все стало для меня немного посредственным Поэтому я перестала... Взрослеешь, да, я перестала снимать влог И вот недавно я выпускала 14 февраля у меня был пол-влог такой Это было видео на тему одиночества И там уже я старалась как-то более глубоко взяться за эту тему Общалась с разными людьми Из Америки снимала Ну то есть он такой получился более глубокий и насыщенный А не просто по верхам, что «Хей, привет, я в Америке!» «Здесь есть бургеры!» «А здесь я пришла на концерт!» «А это Дима Билан!» «Дима Билан как концерт...» Ну то есть раньше это было все вот так То есть было клава Кока в моменте Но не было момента в клаве Коке Ну а сейчас все изменилось И все изменилось Но неизменно музыка в концертном зале, друзья Давай, прослушаем Что это будет? Сейчас, я не знаю, грустно или весело... выбирайте А, как ты чувствуешь? Ну давайте сыграем песню У меня есть песня, очень клевая Я ее очень сильно люблю Она называется «Забери меня» Вышла она ровно год назад Клип мы снимали на неё в Гонконге. Я её очень сильно люблю и всегда с неё начинаю свои концерты. Поэтому давайте же спорим. Давай, конечно. С удовольствием. Засыпает мой город. Я гоню по пустым. Если я — это холод. То жара — это ты. Перепутанные мысли каждую ночь не дают мне уснуть. И лишь твоя любовь, как выстрел, сможет помочь встать на верный путь. Забери меня, забери меня, забери завтра меня всем, забери завтра нас совсем. Забери меня, забери меня. Ты забери завтра меня всем, забери завтра нас совсем, забери меня. Мои тёплые губы от тебя не успели остыть. Хоть и голос твой грубый, но как нежно ты можешь любить. Перепутанные мысли каждую ночь не дают мне уснуть. И лишь твоя любовь, как выстрел, сможет помочь встать на верный путь. Забери меня, забери завтра меня всем, забери завтра нас совсем. Давай сбежим от глаз чужих в мир, таких, как мы, ненормальных. Я за тобой на край земли Только упасы, меня забери Раз, два, три Забери меня, забери меня Забери завтра меня всем Забери завтра насовсем Забери меня, забери меня Забери завтра меня всем Забери завтра насовсем Забери меня, забери меня, забери, забери, забери меня, забери завтра меня всем, забери завтра нас за всем, забери меня. Браво! Клава Кока, концертный зал, страна, ФМ. Сложно ли тебе вставать по утрам, ну, например, в 7 часам? Ну, тут идет речь о том, что забери меня завтра в 7 вечера. Это все вечера все-таки. Я ненавижу вставать рано утром, я просто ненавижу, я очень не высыпаюсь в последнее время, и, конечно же, бывает, сплю по 2 часа, бывает, вообще не сплю. А по какой причине? Ну, вот, допустим, смотри, я вчера пролетела с гастролей, а позавчера ночью, вот как раз-таки мы делали новый транслейт, и я его сама монтировала, и сразу же после я отправилась в аэропорт, а отправилась за вещами сначала, потом в аэропорт. Когда мы прилетели, мне нужно было ехать на саундчек, потом было выступление, потом было буквально там часик, чтобы поспать, при том, что я уже не спала там 2 дня, ну, не часик, побольше, поспали, и потом сразу же поехали в аэропорт. И вчера сразу после самолета я поехала на студию, после студии я поехала еще на мероприятие, а потом я еще встретилась со своей командой, а потом я приехала домой, и сегодня у меня была утром запись нового кампейна для рекламного проекта, потом у меня была съемка для X-Fit, потом у меня была встреча с моим концертным директором и пиар-менеджером, и сейчас я приехала сюда. Скажи, много ли энергетика ты в час выпиваешь? Я не пью. Чтобы это как-то... Я не пью. Как вообще? Как? Как ты... Ну, это сложно, бывает очень сложно, и особенно самое плохое, что голос барахлит, начинает, когда вот таком режиме... Устает тоже, да. Вот, но вставать я всегда ненавижу, сколько бы я ни спала, неважно час или восемь, мне всегда мало. Но, однако, судя по всему, тебе такой вот очень насыщенный график, он тебе нравится. Да, мне нравится, и ты привыкаешь. На все еще не видно муки в твоих глазах, что я встал. Ты привыкаешь, а еще у меня хороший консилер. Понятно, хорошо. Понимаешь, да. Скажешь, какой потом, да. Хорошо. Ну, консилер это такое. Да, Рома тоже знаком с этим, что ты вырос, как? Я делаю вид, что я знаком, да. Но это для синячков. Хотя, на самом деле, я подумал, что это вроде консьержа, который просто планирует день. Если бы ты не уточнила, я бы и остался в этом. Ну, так вот. И мне, конечно, доставляет удовольствие все, что я делаю. Я люблю свою работу. И как бы любая работа... Ну, и работа любит тебя. Да, она и рада умножаться, размножаться и подкидывать тебе все новые и новые какие-то интересные проекты. Да, пусть размножается. Я уже как многодетная мать с этой работой хожу. Прекрасно, да. Кто подкинул идею совместного трека с Люсей Чеботиной? Люсей Чеботиной, это моя подруга, мы с ней дружим уже года три. Все началось с... Даже три с половиной. Все началось с главной сцены на «Россия-1», где мне сказали, пойти только для друзей и никогда не высовывайтесь. И ей сказали примерно то же самое. И мы такие, типа, окей, а сейчас мы собираем залы и мы ездим по стране. У вас просто очень много друзей. У тебя полстраны друзей. И мы с ней, поскольку дружим уже давно, мы давно думали о совместной песне. Но тут так сложилось, что все сложилось. Я ей показала эту песню, и она сказала, мне нравится. И мы решили ее вместе записать. Песня полностью твоя, да? Да. Ну, не полностью, мы ее с командой вместе создавали. Но изначально она была моей, но мы решили сделать ее совместно с Люсей. Я очень обожаю ее голос. Я преклоняюсь перед ее талантом. Это правда. И я очень счастлива, что в этой песне она будет звучать вместе со мной. Песня выйдет в конце мая. Ждите. Это будет клево. А по поводу клипа пока непонятно. Пока неизвестно. Если песня станет хитом, то мы снимем клип. Если она будет просто для друзей. Для друзей, для страны, для всей, да. То, наверное, нет. Да зачем тогда? Действительно, все равно я все будет петь. Посмотрим, как она зайдет. Потому что песня, она довольно экспериментальная. И я не знаю, как ее воспримут люди. И она очень специфичная, потому что там есть плохие слова. Ну, хотя бы скажи, к чему нам готовится. Это все-таки такая будет слезливая история. Нам готовится к тому, что... Нет, это будет дерзкая история. Мы просто покрываем там одного парня конкретно. Конкретного парня? Это история из моей реальной жизни. И я там покрываю парня. И мне даже жалко будет его. Заслуженно просто. Парни хотели бы узнать. Заслуженно, сто процентов. А он узнает себя в этой песне? Я думала, он узнает себя в этой песне, конечно. А как он вообще сейчас живет? После того, что он тебе такой доставил неприятность? Я сама не знаю, как он живет. Как земля носит таких людей, просто хочется сказать. Ну, ладно. Слушайте, пока еще он спокойно живет, пока песня не вышла. Посмотри, какая она молодец. Она выждала спокойненько эту... Как будто взяла паузу. Написала хит. И исполнилась подругой. Мы же не знаем, хит или не хит. Просто на самом деле у всех девчонок... Мы, девчонки, страсть, как любим. Вот такие песни, посвященные конкретным козлам. Таких много, согласись. Последнее время развелось вообще просто. Не будьте такими, мальчики. Сейчас у нас пауза короткая. Очень надо, приятно. Дайте, мы сейчас нам перейдите. Пока мальчики подумают над этими мудрыми словами, давайте сделаем паузу. Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Дорогие друзья, в эфирной студии телерадиоканала Страна ФМ сегодня Клава Кока. Клава разминается, потому что сейчас у нас продолжение музыкальной части. Мы знаем, что у тебя есть разные песни. Ты говоришь, что ты экспериментируешь. Есть очень красивые, проникновенные, душевные песни. Мне все-таки невероятно интересно, что же она там готовит нам такого. Что она нам готовит. Я не имею в виду сейчас продолжение музыкального эфира, а в плане изменения и удивления поклонников. Посмотрим. Может быть, ничего не изменится. Она неприступна. А может быть, ничего не изменится. Вот как и все девушки. Ну не знаю. Саша, такое время сейчас. Да, не знаю. Надо дождаться премьеры. Быть все может. Я вам так скажу, даже новая песня, которая у меня выйдет с Люсей, она уже даст такое направление, что ждут перемены. Знаете, как она будет называться? Ну расскажи нам. Мы же думаем, что там секрет на секрет. Очень плохим словом. Ну скажи. Ну если я тебе скажу, ты обидишься. Почему я обижусь? Нет, подожди. Главное, чтобы в рамках закона, если это слово нельзя произносить в СМИ. Хорошо. Песня называется... Песня называется... Можно пропустить одну букву, допустим, если там что-то такое. Ну ладно, называется «Fuck you». Но это не тебе. Ну вот так я бы и подумала в жизни. Песня называется «Fuck you». Как называется? Из песни слов не выброси, что называется. Да, и она будет, собственно, в этом ключе. А я, кстати, понимаю, да. По-другому как сказать? Все, теперь точно знаем, что это будет хитом. Трепещим, трепещим парни. Парни, трепещите, девчата, подпевайте. Ну а сейчас, якобы, ну не якобы, чтобы разбавить обстановку, я хочу все-таки напомнить всем, что на самом деле я не дьявол, а я ангелочек с ранимым сердцем. И спеть лирическую композицию. Ну давай нам после. Самую мою любимую, какая есть. Самую мою душевную. И надеюсь, она вам понравится. Ну как нравится, нам нравится, но мы знаем ее. Ребята, давайте. Любили глазами, бросались словами, И заново строили все с нуля. И между мирами с тобой умирали, И те разбивались напополам. Все против нас, все против нас, Но каждый день без твоих глаз. Просто бессмыслен, просто бессмыслен. Терпишь меня, я вне себя, огонь и вода, Но ты тушишь меня каждый раз, словно впервые. Но в последней, наверное, И не хочу, но обижу. Знаю, что ложу по краю, Я тебя ненавижу, Но тебя обожаю. Я не хочу, но обижу. Знаю, что ложу по краю, Я тебя ненавижу, Но тебя обожаю. Сыграю на нервах, Ты скажешь, что стерва, Но крепко сожмешь, Знаю, чья вина. О, срывая одежды, Так грубо и нежно, Но утро разделит нас медленно. Все против нас, все против нас, Но каждый день без твоих глаз. Просто бессмыслен, Просто бессмыслен. Все решено, но мне все равно, И каждую ночь я молюсь за него, И подставлю под выстрел Свою жизнь бескорыстно. Я не хочу, но обижу. Знаю, что ложу по краю, Я тебя ненавижу, Но тебя обожаю. Я не хочу, но обижу. Знаю, что ложу по краю, Я тебя ненавижу, Но тебя обожаю. Я по тебе страдаю, И то, что люблю, теряю. То, что люблю, теряю. То, что люблю, То, что люблю. Да, от любви до ненависти. Очень нежно, трогательно. Прям как-то о наболевшем. О наболевшем, да. Ну, получается, что практически все песни В твоем репертуаре Это исключительно личные истории. Ну, чаще, да, конечно. То есть, если наступит такой момент, Что все, ты вышла замуж, У тебя детки прекрасные, Любящие вокруг, в карьере все. И Клайл Букок у нас будет заваливать песнями Счастье, море, песок. Может быть и такое. Мы пошли в первый класс. Но у меня есть песни. То есть, они все, Они в сочетании идут с тем, Что у меня происходит внутри. То есть, сначала у меня вышла песня Крутишь, где я такая. Ты крутишь головой, куча девчат, Но ты хочешь быть со мной. Потом я выпускаю песню Ненавижу, обожаю. Где я говорю вот эту песню. Далее у меня выходит песня Одинокий человек. Мое сердечко надломлено. Далее выходит песня Девочка пай, что как божие. То есть, таким образом, Мы посчитали количество молодых людей В жизни Клауни. Нет. Ну, в общем. А потом возит песня Фак Ю. Нет, ну это посвящение. Шесть или пять. Я сбилась на счету. Но почему ты думаешь, Что они посвящены разным? Я предположила просто. Это же линия. Разбитое сердце, Одинокий человек. Потом девочка пай, Это я наоборот. Это я пою девочке о том, Чтобы она не засыпалась С кем подряд. Конечно. И то есть, я тут скорее Со стороны наблюдателя. А учила языки. Например. Например. Скажи, пожалуйста, Ты довольна, Как пришел твой московский концерт? Да. Были, что все совсем Недавно случилось. Я люблю свои концерты очень. И я люблю особенно Вечерние концерты, Не клубные. Потому что на них Собирается больше людей. И, ну я не знаю, Если, не знаю, Смотрела ты мои сторис, Или, может быть, Вы смотрели после концертов, Там настолько громко они поют, Что ощущение, Что их в десять раз больше, Во-первых. Во-вторых, Чувствуется сильное Очень единение С аудиторией. И они готовят мне Постоянно какие-то сюрпризы, Подарки, Таблички поднимали. На песне «Одинокий человек» Они подняли таблички С надписью «Ты не одинокий человек». Но ты не знала об этом? Это действительно Для тебя было полной неожиданностью? Было много сюрпризов. И в этот раз Мы выступали с танцорами И с музыкантами. То есть мы немножко улучшили Наше выступление концертное. Хотя это не был Такой большой сольник. Это был просто концерт в Москве. То есть большой сольник Вот был у меня в ноябре. И там тоже было сумасшествие. Вот. Сольный концерт, я думаю, Сделать так же осенью, Как мы обычно и делаем. Ну, здорово, ждем. Сейчас мы что, делаем паузу? Да, небольшую. После которой вернемся, друзья, Будете в компании. Студия 89,9 Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина И Роман Шахов Дорогие друзья, Клава Кока в гостях у страны FM. У нас следующий музыкальный номер, Потому что время остается Все меньше и меньше. Клава, что это будет за песня. Это будет песня «Крутишь». Круто. По крутим. Песню мы никогда в жизни не пели. Под гитару. Но сейчас будет... Премьера. Акустика. Класс, отлично. Это вообще песня-рэп. Я не знаю, как здесь под гитару, Но мы попробуем. Да, Влад? Давай. Поехали. Я в отражении витрин. Я под вспышками камер. Если хочешь смотреть, смотри, Но только не трогай руками. Ай, мегаполис. Морис, Москва, Нью-Йорк. Снимаю сторис. А ты смотришь новый влог На влагелям. В городе темно, но я сияю на обложке журнала Эй, герл. Знаешь, я это я. Эй, бой. Шумный город никогда не спит. Шумный город раскрывает судьбы. Но знаю я, тебе нужна. Так пойма меня, если сможешь догнать. Куча девчат, ты крутишь головой. Ты крутишь головой, но хочешь быть со мной. Если я в большом городе, значит секс в большом городе. Ты не ответил тогда, а теперь мы с Егором на проводе. Вверх самолет меня, аэропорт сто концертов за год меня. Встречает шумный город, никогда не спит. Шумный город раскрывает судьбы. Но знаю я, тебе нужна. Так пойма меня, если сможешь догнать. Куча девчат, ты крутишь головой. Ты крутишь головой, но хочешь быть со мной. Куча девчат, ты крутишь головой. Ты крутишь головой, но хочешь быть со мной. Ты крутишь головой, но хочешь быть со мной. Со мной, со мной. Но хочешь, хочешь, хочешь быть со мной. Ой, красота. Класс только, концертный зал, рэп под гитару. По-моему, в акустике звучит неплохо. Отлично, шикарно, правда, правда, правда. Да, молодец. А ты и ты тоже молодец. И мы, кстати, тоже, мы тоже попевали и двигались. По поводу звучания, кстати, хотел спросить. Голос твой звучит не только в песнях, но и в сериалах. Бетти Ривердейл, да, что в этом году, это было в восемнадцатом году, а в девятнадцатом... Да, это был год назад, я звучала сериал. Мне очень понравился звучит сериал. Как туда попало вообще? Как это было? Мне предложили пятницу, они сказали, мы хотим переиздать сериал на русском языке, на нашем телеканале. Ты проходила мимо просто? Нет, ну мы с пятницей дружим. Там было в чужом, там же был у меня «Орел и решка» и все остальное. И как бы они сказали, давай, я говорю, давайте попробуем. На самом деле это было очень сложно, невероятно сложно. И эти там шесть или сколько? По-моему, шесть серий я озвучивала шесть дней. И это было долго. Но сейчас, не знаю, в это нужно, конечно, погружаться с головой. И, наверное, у меня пока нет на это сил энергии. Ну зачем тебе это? Ну да, это было здорово быть на виду, а не только голос в озвучке, конечно. Да, и у меня была цель, но она и до сих пор есть, не озвучивать кого-то, а сама быть на экране. Чтобы тебя озвучивали, переводили там за рубежом где-то, правильно? На разные языки. Да, это было бы здорово. Поэтому посмотрим, я работаю над этим. Скажи, ну по поводу твоей телевизионной карьеры. Ты проработала много, объездила городов достаточно все-таки, да? Мы наблюдаем в программе «Орел и решка». Что бы тебе хотелось дальше, за что взяться, быть может? Какие-то варианты? Наверное, это не путешествие. Уже хватит? Потому что пока что, да, я чувствую, что я напомню. Как быстро тебе надоедать. Люди годами ездили в этой программе. Я все равно... Ты же, конечно, еще и с кастролями катаешься. Есть очень большая разница между тем, когда ты ездишь путешествовать, и ты снимаешься или снимаешь, и между тем, когда ты ездишь разгружаться. У меня как только один-два дня свободных, я сразу пишу своим ребятам, говорю, ребята, я улетаю, меня не будет. Сразу беру билет, улетаю. Я за год, не знаю, стран 30, наверное, повидала точно. То есть я очень много путешествую. И, ну, не знаю, может быть, и можно было поработать. Но у меня нет такой, знаешь, вот хотелки, как раньше было. Я раньше очень хотела быть в Орел и Решка, и я там оказалась... Ну, ты мечтала, и, получается, исполнилась твоя мечта. Я мечтала, правда. Сейчас, поскольку у меня этот пунктик уже есть, у меня есть и другие пунктики. Нужно двигаться дальше, да, теперь. Которые мне нужно реализовывать. Ну, расскажи нам пару пунктиков. Не скажу. Почему? У меня на каждый год я пишу 23 желания. 23? Да. А, с чем связано? Это мое любимое число. Просто... Да, я родилась 23-го тоже. Ну, ты такая прям, смотри, 23, тут три всей молятся на них, чтобы они исполнились. А человек сразу берет 23 желания мои. У меня причем серьезные желания. Ну, допустим, вот я мечтала, ну, скажу об одном, например, которое сбылось. Ну, конечно, тоже сбылось, да. Например, я мечтала быть на обложке журнала сольно, ну, то есть в том году я была на обложке журнала, но я была с девчонками, у нас было трое. А в этом году вот у меня уже будет вторая обложка, сейчас только май, уже вторая сейчас выходит, с моим лицом, только с моим лицом, и кто знает, что будет дальше. А дальше мы знаем, что будет. Дальше последуют журналы для мужчин и какие-то эротические фотосессии. Конечно. Слушай, скоро лето. Клава, а как ты хотела? А как ты хотела? Коллекция купальников, ну, а как? Не знаю, мне кажется, это не моя история немножко. Ну, ты же хочешь меняться. Это только кажется. Я честно говорю, я уже не знаю, потому что если бы мне раньше сказали, что я даже буду вести себя и выглядеть так, как я сейчас выгляжу, я бы подумала, что придурки. Конечно. Самые настоящие, да. Поэтому я уже не знаю, что будет дальше, я очень быстро как-то начала перестраиваться на все и меняться, и мне это нравится, поэтому никто не знает, что будет дальше. Очень важный моментик, мне любопытно. Ты, значит, в начале года пишешь 23 желания, догадываешь, завершается год, и дальше что? Ты смотришь на этот вид, что исполнилось, что нет, а то, что, значит, не вычеркнуто, ты переносишь на следующий год таким автоматически, да, каким-то образом, и дополняешь до 23. Как появилась эта традиция? Ну, я не знаю, я вот еще, когда мне было лет 15, я прочитала одну книгу о том, что нужно визуализировать свои мечты и писать прям, 1 января 2020 года у меня будет, или, нет, не у меня будет, не так, неправильно сказал. Сегодня 1 января 2020 года и у меня, и все это, что есть, что это уже есть. И когда ты на это настраиваешься, ну, мир, он делает все так, чтобы оно сбывалось, и многие подумают, что я сумасшедшая, но это реально работает, прям вот я могу сказать это со 100% вероятностью. В этих желаниях карьера, личная жизнь, машина, дом, тоже, да, то есть абсолютно все-все-все, что вот должна хотеть девочка, девушка, артистка, обязательно. Скажи, какие-то вот, можно обратиться к тебе, например, экологические моменты планеты Земля? Экологических у меня нету. Глобальное потепление там как-то? Нету. И человек мира, ну, потеплеет, ну, скину одежду, ну, что поделать. Хорошо. Мы возьмем на вооружение твой опыт, ну, а сейчас хотели бы посмотреть, послушать завершающий трек. Давайте завершающую композицию. Хочу исполнить песню «Стало сильнее», саундтрек как шоу «Пацанки», и песня про меня, про мою жизнь, и про то, что сколько бы ни было трудностей на пути, нужно их использовать в свое, в свой плюсик и становиться лучше, добрее, сильнее. И пишите желания, они сбываются. Это правда. Как бы не тянуло вниз, как бы не ломало жизнь, но ты не увидишь слез моих. Снова не хватает сил, но я не сойду с пути, поднимаюсь выше звезд, но ты в клетке меня можешь запереть. Но я все равно смогу взлететь, буду первой. Со мной моя вера, никак ее не сломать, не сломить. Я стала сильнее, я отпускаю страх и боль, победа по венам, и целый мир сегодня мой. И новый день, как новый шанс, чтоб зацепиться за мечту. Я стал сильнее. Я стал сильнее, лишь набираю высоту. И я помню каждый взгляд тех, кто предал и избежал, но больше я не слышу их. Прощай. Забери все, что имею, я верну в двойном размере. Страхи живут только в нас самих. Я стала сильнее, я отпускаю страх и боль, победа по венам, и целый мир сегодня мой. И новый день, как новый шанс, чтоб зацепиться за мечту. Я стала сильнее, лишь набираю высоту. Ты большая, Анна. Спасибо. До новых встреч. Мы тебя очень любим. Спасибо. Спасибо. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо.